Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть каждого из вас на своём канале. Сегодня мы разберёмся, что же нужно есть, что нужно вашему сердцу и вашим сосудам. Действительно, тема важная, поэтому обращаю ваше внимание, обязательно посмотрите это видео до конца, и вы будете точно знать, какие же продукты необходимы вашему сердцу и вашим сосудам. Друзья мои, подписаны ли вы на мой телеграм-канал? Если вы ещё не подписаны, первая ссылочка в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь, и мы с вами будем чаще встречаться и общаться. Там я публикую очень интересные опросы, фото, видео, поэтому каждого из вас я жду. Ну что, дорогие мои, начнём мы с того, что питание, безусловно, очень влияет на сердце и сосуды. Обязательно посмотрите видео про инсульт. Не так давно, сегодня я выложу его обязательно на канал, да. И здесь инсульт, действительно, и инфаркты, и инсульты, понимаете, это бич, наш бич. У нас очень большое количество людей, к сожалению, погибает от этих двух серьёзных заболеваний. Также очень серьёзное осложнение, то есть практически инвалидность случается после инсульта в том числе. Поэтому, чтобы предотвратить этот факт, безусловно, мы должны думать о своём питании. Да, вот опять же, наши современные люди меня иногда поражают. Вот мы там питаемся, вроде бы всё хорошо. Ну говоришь, давайте разберёмся, что вы едите, как вы питаетесь. И человек говорит, да, утром я там ем кашу, да, но сразу скажу, дорогие мои, по поводу каши. Я на эту тему даже, у меня есть видеоролик, да, кому интересно, можно посмотреть. Молочная каша, которая варится, плюс добавляется масло и сахар, это не польза, а вред вашему организму. Да, раньше давали и в санаториях, и в лагерях, и до сих пор дают. Я про это прекрасно знаю, но, дорогие мои, не каждый, эти каши очень сильно повышают ваш инсулиновый индекс, да, вашу инсулинорезистентность. Повышается очень сильно сахар. Это всё углеводы, которые приводят к лишнему весу и травмируют ваши сосуды. Поэтому к кашам нужно тоже относиться аккуратно. А если вы такую кашу поели, попили ещё кофе сладкий, да, растворимый, и плюс ещё бутерброд с маслом съели, то здесь вы уже нанесли своему организму двойной удар, да. Лучше бы вы вообще ничего не ели или съели, я не знаю, какой-нибудь салат утром, да, который действительно полезен и не вредит. Или, там, варёное яйцо, или даже омлет, это будет куда лучше, чем вот то, что я вам рассказала. Мы про питание будем с вами более подробно разбираться, да. Там дальше. Обед. Что вы едите? Суп, да, ну ладно, против, там, супа не буду ничего говорить, потому что стараться выбирать не жирный какой-то, да, супер суп. И, соответственно, горячее обычно это либо картошка, либо пюре с какой-то котлетой, да. Ладно, если эта котлета ещё сделана из более-менее приличного мяса, да, из приличного фарша, а не какая-то там покупная котлета. Про пюре, картошку отдельный разговор, так как не надо увлекаться. Я безумно сама люблю картофель, но я постаралась от него отказаться до минимального количества. Уж если мне прямо очень сильно хочется картошки, я иду и где-то в кафе заказываю какую-то порцию небольшую, да. И то должно это быть раз в месяц, не более. Или там в супе какие-то микро, там, одну картошину, две на всю кастрюлю. Но надо стараться есть больше овощей. Действительно, овощи очень благоприятно сказываются на нашем организме, в том числе в нашем сердце и наших сосудах. Почему? Потому что вот этот жир, про который я вам говорю, вот этот сахар, он травмирует сосуды. То есть он травмирует сердечно-сосудистую систему. Это холестерин, это бляшки, которые ведут к инфаркту и инсульту. Дальше ужин. Во-первых, это достаточно поздний ужин. Во-вторых, это какой-нибудь майонезный салат. Обязательно, что крайне исключено. Старайтесь есть салаты, где много зелени. И не используйте майонез. Майонез только домашнего приготовления. Не надо в пакетах эти майонезы покупать, которые хранятся там кучу лет, да, в этих магазинах и на складах. Масло. Масло может быть любое, да. Оливковое, самое распространенное, да, там кунжутное. Какое нравится. Сейчас огромный выбор масел. Причем, друзья мои, вы сейчас скажете, правильно питаться достаточно дорого. Но не дороже, чем вы питаетесь сейчас. Почему? Если вы исключите колбасы, если вы исключите большое количество мучных изделий, алкоголь, поверьте, вы на этом сэкономите достаточно большое количество денег. Поэтому правильное питание, оно не стоит огромных денег. Я не говорю есть креветки с мидиями, там, с устрицами, да, и закусывать там каким-нибудь шпинатом. Но обычная зелень, она растет у многих даже в огороде. Я знаю, что у вас у многих есть огороды, и вы выращиваете большое количество разных овощей, которые, пожалуйста, кабачки. Вот кабачки. Чем вам не нравятся? Пожалуйста, сделайте себе кабачки тушеные, какие там у вас растут, с помидорками, с перчиком. Вот вам, пожалуйста, овощную рагу, которая будет гораздо полезнее, чем, допустим, даже вареный картофель. Тыква. Отличный вообще овощ. Поэтому овощи, зелень содержат огромное количество калия, который необходим вашему сердцу и вашим сосудам. Также уменьшаем количество углеводов, количество сладкого. Это все очень негативно откладывается в жиры и травмирует ваши сосуды. И пьем больше воды. В вашей сердечно-сосудистой системе нужна вода. Не сок пакетированный, не морсы. Обычная вода нужна вашему организму для того, чтобы, во-первых, это очищение. Поэтому воды нужно пить много. Даже если вам говорят, это ерунда, абсолютно нет. Кофе, чай мы не считаем. То есть обычная питьевая, негазированная вода очень полезна для вашей сердечно-сосудистой системы. Поэтому я вам крайне рекомендую выпивать в день хотя бы полтора-два литра воды. Если у вас избыточный вес, то еще большее количество, да, два с половиной литра воды. И это очень благоприятно скажется на вашем здоровье, на вашем сердце и, главное, на ваших сосудах. Друзья мои, я жду ваше мнение в комментариях. Обязательно им делитесь. Задавайте интересующие вас вопросы. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. У меня очень много интересных тем для вас подготовлено. Также каждого из вас я жду в своем телеграм-канале. Первая ссылочка в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь, и мы с вами будем чаще встречаться и общаться. Я вам желаю всего самого наилучшего, чтобы у вас никогда не было проблем ни с сердцем, ни с сосудами. И вы жили долго и счастливо. Всем пока-пока и до новых встреч.